Голос Армении, власти рабис перебойно снабжают засевших в шуши террористов газом. Газета Голос Армении пишет, эксперт по вопросам информационной безопасности Карен Вртанесин на днях привлек внимание ФБ Френдов к весьма интересному вопросу, который, по его словам, до сих пор как-то выпадал из поля зрения общественности. От себя отметим, что в наших реалиях совсем не мудрено пропускать даже очень важные вещи, однако данный вопрос действительно заслуживает внимания. И звучал он так, откуда получает газ оккупированный шуши в те периоды, когда Азербайджан отключает газоснабжение Арцаха. Ответ прост и циничен до ненормальности из республики Армения. О том, что полное или частичное прекращение газоснабжения стало одним из террористических способов агрессии Азербайджана против Арцаха и одним из геноцидальных методов достижения турками своих целей, говорить излишне. В первый раз это произошло весной прошлого года, 8 марта, и продлилось 11 дней. Сообщалось, что имело место повреждение трубопровода, по которому природный газ перекачивается из Армении в Арцах на участке, проходящем через оккупированные Азербайджаном армянские территории. Тогда, весной 2022, власти Арцаха в первый раз обвинили Баку в перекрытии установленной азербайджанской стороной задвижки на трубопроводе. Собственно, можно безошибочно констатировать, что мнимый ремонт был лишь поводом для того, чтобы эту задвижку установить. 21 марта Баку вновь перекрыл восстановленное было 19 марта газоснабжение, чем и подтвердил наличие у него отныне рычага, позволяющего регулировать подачу газа в Армянскую республику. Интересные данные в связи с этим привел в своем выступлении 30 января на слушаниях в Международном суде ООН, представлявший интересы Армении Лоуренс Мартин. Он напомнил, что 15 декабря в письме МИД Азербайджана указывалось, что у Баку нет контроля над поставками газа и в Карабах его поставляет Армения. Но 19 декабря в письме постпреда Азербайджана в ООН говорилось, что газоснабжение в Карабах было прекращено по техническим причинам, учитывая плохие погодные условия в горных районах Азербайджана, а после устранения этих проблем вопросы были решены. Произошло это после того, как Армения привлекла к этому внимание суда ООН, подчеркнул американский специалист. На протяжении блокады Азербайджан пять раз за 50 дней на разные сроки перекрывал газоснабжение Арцаха полностью или частично. 13 декабря, когда это было сделано в первый раз, бывший министр юстиции Армении Геворг Даниилян написал на своей странице в Facebook следующее. Газоснабжение Арцаха осуществляется из Армении. В ходе предыдущих отключений имеется в виду мартовская провокация. М.Г. Азербайджанцы, пользуясь ими самими же созданным поводом, беспрепятственно смонтировали новый регулятор, который дает возможность отдельно отключать газоснабжение Степанакерта и прилегающих армянских населенных пунктов, в то время как продолжается бесперебойное и бесплатное газоснабжение населенных в основном боевиками Шуши, Гадрута и других захваченных территорий. Теперь азербайджанские боевики в очередной раз отключили газоснабжение Арцаха. Как должна поступить армянская сторона, продолжать бесперебойно поставлять газ тем же боевикам, которые инициировали гуманитарную катастрофу, или сделать это только после восстановления газоснабжения Степанакерта? Вопрос риторический, вопрос действительно риторический, как и любой другой логичный вопрос, касающийся интересов Армении и Арцаха и действий де-факта власти РА. Тем не менее стоит окончательно внести ясность, ибо ситуация вопиющая даже для тех реалий, в которых мы сегодня живем. Итак, газ в республику Арцах поступает из Армении по магистральному газопроводу. Почти год назад азербайджанцы под предлогом ремонта трубы установили задвижку, которая позволяет перекрывать газ только на оставшемся армянском кусочке республики, тем самым получив еще одну возможность физического и психологического давления на Арцах. Однако в Шуши и на остальные оккупированные территории республики газ бесперебойно поступает. Потому что власти Армении не думают перекрывать трубопровод, заботливо обеспечивая теплом населенный в основном азербайджанскими военными Шуши. Причем бесплатно. Еще раз. Правительство Пашиняна беспрепятственно предоставляет газ террористическим подразделениям, захватившим Шуши, Гадрут и другие арциахские территории, в то время, когда армянское население, в том числе 30 тысяч детей и 20 тысяч стариков, лишается газа, а значит, в первую очередь, тепла. Мыслимо ли это? Но именно так и обстоит дело. Могло быть иначе с турецкими ставленниками, оккупировавшими Армению. Вопрос, как уже было сказано выше, риторический. Теперь представим, что в Армении действительно армянская власть. При первых же попытках Баку перекрыть газоснабжение Арцаха и обречь его жителей на холод в самый разгар зимы из Еревана раздается предупреждение о том, что немедленно прекращается подача газа на всю территорию республики. То есть расквартированные в Шуши и Гадруте алиевские головорезы лишаются возможности обогрева и всех связанных с газом остальных удобств. Возможно, Алиев из упрямства продолжал бы держать задвижку на Степанакерском направлении закрытой. Возможно, нет, но однозначно вел бы себя куда более осмотрительно и трезво. По крайней мере у армянской стороны был бы хотя бы один достаточно действенный рычаг влияния на ситуацию, которых сегодня нет вообще. Что и позволяет бакинским террористам вести себя настолько нагло и разнузданно, насколько позволяют ситуации усиливающееся международное давление. Предусматривалось подобное турецким трио Эрдоган, Алиев, Пашинян тогда, когда беспрепятственно в соответствии всего лишь с устными датами. Договоренностями Никола сдавались армянские территории, не оговоренные в заявлении от 9 ноября 2020 года. Территории, которые должны были остаться армянскими вместе с находящимися на них стратегическими объектами инфраструктуры. Вопрос, как вы уже догадались, риторический. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова